Сегодня я срочно хотел бы обратиться ко всем христианам, в какой бы стране вы ни жили. Приготовьтесь к гонениям. Друзья, всем привет! Роман Савочка здесь и добро пожаловать на Штунда ТВ. В ближайшие 20-30 лет будут нелегкие времена для христиан. Скорее всего, гонения будут усиливаться с каждым годом. Вообще, гонения и преследования на христиан — это не есть что-то новое. Христиан преследовали абсолютно всегда на протяжении истории всей церкви. Начиная с первых христиан Нейрона и заканчивая то, что мы знаем в Советском Союзе, очень жесткие преследования, вплоть до казни, тюрьм и так далее. Почему мир ненавидит христиан? Почему христиан преследуют? Ведь христиане всегда проповедуют любовь, творят добро, помогают другим, но их ненавидят. Почему? Потому что дьявол ненавидит христиан. Возьмем даже тот же бывший СССР, который Бог развалил. Христиане, пятьдесятники и баптисты вели, ну, очень такой святой образ жизни. Там не изменяли, не курили, не пили, не воровали, были примерными гражданами, номер один. Но их больше всего преследовали, чем всех остальные группы. Почему? Это духовный мир, за этим стоит дьявол. Библия нас предупреждает, что в последние времена, перед вторым пришествием Христа, гонения, они будут увеличиваться. Нравится нам это или нет? Я прочитаю Матфея 10, 22. И будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется. Иисус предупреждал, что христиан будут ненавидеть без причины, вообще необъяснимо. Если вы спросите среднего человека, почему ты ненавидишь христиан, он не объяснит, но их почему-то ненавидит. Но самое главное, в чем я хочу поговорить об этом видео, это не просто настрашить нас, абсолютно нет. Итак, мы должны приготовиться. Когда человек готов, он сможет намного легче пройти трудности и гонения. Когда человек не готов, это может застать его врасплох, и он может даже потерять свою веру. Была такая Терри Бум, она прожила Холокост, она выжила, кажется, она была в Дании или Нидерландах. И после Второй мировой она написала книгу и начала ездить по всему миру проповедовать. И она была популярна, что ее даже пускали и в СССР, и в Китай. И вот однажды она приехала в Китай, встретилась с христианами, спрашивает, почему в Китае так, ну, немного, мало христиан. Ей говорят подпольные церкви, что раньше, до того, как коммунисты в 49-м году захватили власть, христиан было миллионы, миллионы, десятки, а то сотни миллионов. Но у нас было много американских, английских проповедников, которые говорили, Бог своих людей защитит, христиане не будут преследуемые, какая бы власть ни пришла. И христиане жили такой расслабленной жизнью. Но пришли коммунисты, арестовали много христиан, бросили в тюрьмы, многих убили, того же Вочмана, Ни и остальных. Начались очень сильные гонения с подачи СССР, конечно. И, говорит, большинство христиан, они отошли от Бога. По одной простой причине, они не были готовы. Их обманули, что Бог вас защитит, и вас никто никогда не тронет. И поэтому сегодня мы видим ту же самую теорию, что христиане всегда будут защищены, никто их не тронет, не будет преследовать, все всегда будет хорошо. И нас питают этим последних 30-40 лет. Но истина в том, что Иисус сказал, вы будете ненавидимы всеми народами. Поэтому мы... Знаете, почему в Советском Союзе пятидесятники и баптисты прошли гонения, не сдались? Они были натренированы выживать. Их научили, что гонения будут, трудности, и они сплотились и выстали. Ну, а православные католики, естественно, все прогнулись, там пели «Союз нерушимый» и так далее. Поэтому сегодня мы должны приготовиться. В этом видео, друзья, я хочу поговорить о четырех видах гонения, которые могут случиться в ближайшее время. Понятно, что гонения бывают разные, не всегда это как в Советском Союзе и так далее, мы сейчас об этом больше поговорим. Они бывают разные, бывают такие невинные, бывают такие, знаете, что мы даже не понимаем это гонение или нет. Поэтому сегодня в этом видео хочу поговорить о четырех разных гонениях, которые, возможно, придут на эту землю. Но перед тем, как мы начнем, друзья, если вы еще не подписаны на мой YouTube, обязательно подпишитесь. Помогите мне распространить принципы Царства Божьего среди большего числа людей. А также досмотрите это видео до конца, помогите алгоритмам распространять принципы Царства Божьего. Итак, номер один сценарий или вариант, я его называю китайский сценарий, который возможен, будет не только в Китае, в большинство странах Советского Союза. Это будет увеличиваться и это уже сегодня мы можем наблюдать во многих странах бывшего СССР. Что именно? Когда в 49-м году власть в Китае захватили коммунисты, ситуация для христиан очень сильно поменялась. Интересно отметить, кто из вас изучал историю, я просто об этом изучал и даже писал в блоге и снимал видео, Watchman Nee, Witness Lee и так далее. Было очень много христиан в Китае, миллионы. Там Little Flock Movement и так далее, было очень много христиан. И когда пришли коммунисты, они сказали, мы должны начать контролировать христиан. Коммунисты создали по-английски, не знаю как по-русски, Three Self-Patriotic Movement. Движение, официальный союз протестантской церкови Китая. Они сказали, все церкви должны войти в это объединение. То есть зарегистрироваться в государство. И мы вас не будем гнать. Но есть условия. Мы будем проверять ваши проповеди. О чем вы проповедуете? Нужно сверять с коммунистической партией, с уполномоченным. Всех гостей нужно сверять. Людей переписывать. Нужно всегда в проповедях хвалить правительство. И пастор время в тремени должен отчитываться перед местной службой аналогу КГБ. Что он делает на служении. То есть государство сказало, будет свобода. Вы будете свободно поклоняться. У вас будут здания. Но вы должны, вот наши условия. Вот все должны быть в одной деноминации. И вот наши условия, вы должны это исполнять. Естественно, много людей пошло на сделку с правительством. И начали это делать. Но большинство людей, мне даже есть статистика. Сейчас в Китае 60 миллионов христиан, протестантов. 60% не согласились на эти условия. И сказали, мы не будем контролируемые компартией Китая. Они ушли в подполье и стали известны как подпольная церковь Китая. Естественно, правительство начало жестко их преследовать. Если вас найдут, могут посадить в тюрьму. Сегодня, если вы поговорите с китайцами о гонениях, смотря с кем. Кто-то скажет, у нас нет гонений. Хочешь собираться свободно? Пожалуйста, государство предлагает. Если вы поговорите с подпольными христианами, они скажут, у нас сильнейшие гонения. Преследуют, забирают Библии, могут бросить в тюрьму или даже убить. И этот сценарий, он повторится в ближайшее время во многих церквях. И мы видим, это уже происходит. Христианам предложат, скажут, вы должны работать с коммунистами, вы должны работать с КГБ. У вас должны на ставке быть в вашем объединении какой-то КГБ, который будет приходить на конференции, поздравлять от имени президента. И вы не будете гонимы. Но если вы не послушаетесь этого, вы будете жестко преследуемы, вы будете вне закона, и мы вас будем бросать в тюрьмы. Смотрите, в Китае 60% отказалось подчиняться и быть контролируемым правительству. Я думаю, если взять бывшие страны Советского Союза, я думаю, 90% пойдут на сделку с КГБ и правительством. 90%. Останется 5 и то, не знаю, 10 максимум процентов, которые скажут, нет-нет, мы не будем разрешать правительству контролировать нас. Сегодня мы уже видим, как в церквях, я недавно снимал видео, в России там поют союз нерушимый, поздравляет КГБ на служении с праздником и так далее. Мы видим этот контроль, китайский сценарий, он начинает все больше и больше воплощаться, и он будет воплощаться во многих странах мира. Мы должны быть готовы к этому. Мы поступим как китайцы, будем смелы, или люди будут прогибаться от страха быть преследуемы. Номер 2 сценарий, я назвал его либеральный или это, можно сказать, западный сценарий или вариант, который возможен гонений. Я сейчас объясню. Это уровень гонений уже сегодня применяют во многих западных странах, чуть-чуть в Америке, Канаде и немного в Европе. И он будет развиваться и усиливаться. Например, вы читаете с Библии стих, который обижает, например, геев, что Бог не благословляет эти браки. Это будет считаться, что вы нетолерантны и вы ненавидите других, и к вам могут прийти и сказать, вы должны прекратить эти стихи читать. Потом могут сказать, вы должны венчать, ну, выдадут закон такой в стране, что пастор должен венчать однополых, или пастор должен давать крещение трансгендерам. Пастор должен делать это или это или это. Давать там зал, церковь должна там, знаете, сейчас свадебный зал, нужно сдать этим людям. Вы отказались сдать им зал, пришло к вам две женщины, хотят арендовать у вас зал, а вы им отказали. Все, вы нарушаете, вы будете преследуемы. Это будет развиваться больше и больше. Здесь, как всегда, одни христиане прогнутся под это, скажут, да, ничего страшного, мы видим уже католики будут благословлять однополые, методисты, люди ранее, даже давать католики будут трансгендерам водное крещение. Но будут церкви, которые скажут, нет, 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 вы можете нас преследовать, обвиняйте экстремистами и так далее. Мы не будем идти против совести, против Бога и против Библии. Многие даже скажут, ну, это хейтеры, они обвинят христиан, что они ненавидят, они там такие. Знаете, дьявол всегда обвиняет христиан клевету. В Советском Союзе тоже было сколько клеветы на христиан. И, к сожалению, друзья, с моего наблюдения нынешнего положения церквей в Америке, в Европе, я не знаю какой процент, но боюсь, чтобы 50% всех христиан не прогнулось под эту систему. Потому что то, что сейчас творится, флаги вывешивают и так далее. А если это еще надавят, нажмут и скажут, мы вам не разрешим собираться, мы заберем пастора лицензию, мы не разрешим строить здание, мы там, потому что вы хейтеры, то большинство побежит и будет бегать с этими флагами и рассказывать, мы всех любим Бог, всех любит Бог, так любовь. В Финляндии до сих пор идет суд, судят жену пастора, которая написала в пастору литеранской церкви в фейсбуке, что стих Павла, что мужеложество это грех, ее судят, сейчас идет суд. Это просто, ну, сто лет назад никто бы это не мог поверить, что такое может быть. То есть вы не можете цитировать стихи из Библии в соцсетях. Вы экстремист, мы за любовь. Вы знаете, дьявол всегда прикрывается мега-любовью и обвиняет христиан. Они хейтеры, они там это делают или это, это будет набирать только обороты. Поэтому, друзья, если вы живете в западных странах, мы должны приготовиться к гонениям. Если к нам придут, мы должны твердо сказать, мы проповедуем только Библию. Номер три, я это называю эмиратский вариант или сценарий. Я сейчас объясню. Всем религиям в стране предложат слиться в одну. А если вы не послушаетесь, вы будете преследуемы. Смотрите, всегда есть свобода, если ты идешь и что-то делаешь, что тебе говорят. В марте этого, 23-го года, прошлого года, в Арабских Эмиратах открыли храм новой мировой религии. Вернее, не храм новой религии, а храм троих существующих религий. Иудаизма, ислама и католицизма. Папа Римский лично подписывал это. Я снимал видео, там есть, в интернете можете набрать. И в Арабских Эмиратах открыли. Я вот не понимал, что такое храм трех религий. Люди будут приходить всех религий в один храм, там будут по очереди проповедники. Но мало что, друзья, смотрите, в ноябре президент России объявил, чтобы такой храм мировых религий построили в Москве и уже есть разрешение. Только в отличие от Арабских Эмиратов добавили еще буддизм. Итак, в Москве будут строить храм четырех религий. Буддизма, ислама, православия и иудаизма. Я не знаю, как он будет выглядеть, я не видел еще там эскизы, начертания. Но представьте себе, что все религии, раньше христиане шли в церковь, те туда, те туда. Теперь ты приходишь и там по очереди проповедник. Вам будет такой проповедник, такой проповедник с другой религией. Давайте друг друга понимать. Христиане, послушайте буддистов, буддисты, послушайте христиан. И это, для чего они строят эти храмы? Ну не для мебели. Есть цель. И многие христиане говорят, мне писали, когда я снял видео про Россию, это ничего страшного, это просто ради денег строят, это просто ради чего-то. Они строят эти храмы не для мебели. Теперь, вспомните мое слово, в ближайших 10-20 лет такие храмы объединенных религий появятся во многих странах и городах. Это будет увеличиваться. Я думаю, я точно не знаю, что скажут. Вот хотите свободно поклоняться, ходите в общую религию. Вот все собирайтесь. В воскресенье в таком-то храме религий все люди всех религий собираются вместе. А если ты хочешь отдельно христианами собираться, ты сектант, на тебя будут снимать видео, про тебя будут говорить и тебя будут преследовать. Их пред христианами будет стоять выбор. Да, свободно поклоняться вместе с другими. Или же идти отдельно собираться, молиться только Иисусу. Вы знаете, я думаю, что христиан скоро запретят христианам говорить, что спасение только в Иисусе. Не обижайте другие религии. Все пути ведут на небеса. Не утверждайте, что только Библия единственное писание. Мы сегодня видели, как уже представители других религий потихонечку начинают проповедовать на христианских конференциях. Еще не начались гонения, еще нет храма, а уже они приходят и толкают свои поздравления, речи и так далее. Это будет увеличиваться, это будет набирать обороты. И перед христианом будет стоять выбор. Или вы приглашаете на свои конференции и служения буддистов и представителей других религий. Или вы будете преследуемы. Буддисты не просто так приходят на конференции христиан. Это многие говорят, это просто не-не-не. Это все спланировано, это ведет к будущей мировой религии. И номер четыре гонения, которые возможны в некоторых странах, это я называю СССР сценарий. Сценарий, который практиковался в СССР. Объявления христиан вне закона, сильные преследования, гонения и даже пытки за веру в Бога. Смотрите, в СССР мало кто знает сегодня, уже многие подзабыли, было одно из самых сильных гонений в истории церкви. Таких гонений, как в СССР, не было даже в Римской империи и в других странах. Все отдыхают. Смотрите, людей христиан бросали в тюрьмы. Я говорил с одним человеком, кажется, он с Магадана, что 50% церкви его сидело в тюрьме, баптисты. И женщины, старики, дети, все брали просто это. Его, их была большая семья, детей в интернат, а родители посадили. Конфискация домов молитвы. Дом молитвы, 50-неку, в моем городе был конфискован во времена Хрущева. И сделали там с него школу, понимаете, конфискация домов молитвы. Пасторам расстрелов. В СССР было очень много пасторов расстреляно. Ивана Варонаева вообще вскормили собакам. Просто сторожевым собакам его искусали. Это просто страшно, что творилось. Сжигали Библии. Если Библию ведешь за границей, контрабанда, посадить могут в тюрьму. То есть Библия была враг номер один. В церквях было много стукачей. Среди проповедников и епископов были засланные работники КГБ, которые давали, даже я слышал, что говорили на их языках специально, обманывали людей, пророчествовали, входили в доверие, занимали самые высокие посты в церквях. И рассказывали, какой СССР хороший. Официально детям до 18 не разрешали ходить в церковь. Если родители вводят детей в церковь, родители штрафовали, даже могли посадить в тюрьму. Дискриминировали, не давали образования. Выгоняли с работ. Мою маму выгнали с хорошей работы, потому что она ходила к 50-никам. Не давали высшего образования. А не комсомолец, не пионер. Все, твоя жизнь будет полная дискриминация людей. Снимали в СМИ разные фильмы, клевету писали в газетах, о приношении детей. Ну, просто клеветали и дискриминировали христиан. Кстати, никто не покаялся за грехи СССР, которые они творили против божьих детей, против Бога. Они, как это говорил, покажем последнего христианина по телевидению. Хотели убить все христиан. То есть жесткие гонения. Я думаю, что этот вид гонений СССР, это самый хуже. Он может тоже повторяться. Он есть уже в некоторых странах и будет увеличиваться, где христианство будет под запретом. Но смотрите, в СССР 50-ники и баптисты выжили. Не сломились. И отступило от 50-нику баптистов процентов 5-10 максимум людей. С другой стороны, когда пришли коммунисты, то католики православные все рассыпались полностью. Я ходил в школу, не помню, 600-700 человек в школе. Пионеры не вступали, союз нерушимый не пели. Только дети с моей 50-нической церкви. Не видел ни одного, я не обманываю, ни одного православного или католика. Все пели союз нерушимый, еще с нас смеялись и обзывали нас богомолами. Когда, конечно, союз развалился, то уже они верующие, а ты американский сектант. Я всегда говорю, где ты был во времена гонений. Поэтому, если когда наступают такие гонения, то останутся только самые верные, самые смелые. А все номинальные, естественно, провалятся. Смотрите, в какой бы стране мы ни жили, дьявол ненавидит христиан. Ненавидел раньше и будет ненавидеть в будущем. Мы должны быть готовы к развитию, к любым событиям. Мы должны твердо проповедовать Иисус единственный путь на небеса. Мы должны отстаивать Библия единственное священное писание. Мы должны быть готовы пойти на любые лишения. Там будут исключать откуда-то, клеветать, изгонять. Потому что, смотрите, история показывает, что, к сожалению, всегда, во все времена, большинство христиан прогибается. Большинство христиан соблазняется. Христиане готовы верить, когда свобода, когда все хорошо. А когда гонения остаются только настоящие, избранные, которые готовы за Бога даже отдать свою жизнь. Поэтому, друзья, где бы вы ни жили, мы должны приготовиться к любому сценарию развития событий. Спасибо. Спасибо.